Дорогие друзья, я также рада приветствовать вас миром и любовью Господа нашего Иисуса Христа. И как вы, наверное, уже догадались, о чем мы сегодня с вами будем говорить, это, конечно, о здоровье. Мы давно с вами не поднимали конкретных вот таких медицинских тем, и сегодня Господь дал побуждение и братьям, и мне в ближайшие недели найти интересную информацию, которую я сегодня хочу с вами поделиться. Мы сегодня уже поднимали эти вопросы здоровья, питания, о том, что нам необходимо уделять этим вопросам важное внимание, потому что с этим мы сталкиваемся с вами каждый день и не один раз в день. И я сегодня хочу вам представить некоторый материал из книги, которая называется «Экологическая медицина». Её автор — врач с 40-летним стажем, врач-натуропат, которая после окончания медицинского института 15 лет занималась биохимией человеческого организма. И вот с позиции биохимика она объясняет очень многие вопросы возникновения болезней, вопросы освобождения от этих болезней, очень много внимания уделяет вопросам питания. И мы с вами сегодня немножко остановимся на вот этих вопросах. Но прежде чем говорить о каких-то болезнях, о их лечении, нужно в первую очередь поговорить, конечно, о питании. Вы много уже знаете и практикуете в своей жизни, но я думаю, мы с вами вместе сейчас что-то вспомним, а что-то, возможно, вы и нового узнаете. Если вы помните, организм человека представляет собой довольно сложное такое образование. В нём очень много всевозможных органов, которые собраны в системы. И управляет всем этим нервная система. И кроме того, в организме есть системы, которые объединяют в одно целое все вот эти органы, системы органов. Это кровеносная и лимфатическая системы, которые осуществляют питание наших тканей и очищение от шлаков. Ну, как бы начальный момент. Разносят питательные вещества по всем клеточкам. И из этих клеток выводят шлаки дальше в кишечник. И из кишечника выводят из организма человека. Посмотрите, что у нас получается. Как обычно мы с вами кушаем. Обычно, вот мы знаем, что нужно там раздельно, отдельно белковая пища, отдельно углеводистая. Но вот интересно, поднимите руку, кто соблюдает вот эти правила. И что-то старается. Ну, хотя бы старается соблюдать вот эти отдельно белковые, отдельно углеводистую пищу. Да, обычно у нас это не получается. Ну, давайте посмотрим, что мы в результате вот такого неправильного нашего питания получаем. Из школьного курса биологии вы, возможно, помните, что пищеварение начинается в ротовой полости. Наша слюна, которая выделяется при приеме пищи, содержит фермент амилазум, который призвано расщеплять углеводы. Но для того, чтобы она могла это делать, сколько нужно жевательных движений? Ну, 32. Ну, хотя бы 20, да. Ну, как мы кушаем? Мы спешим, перекусываем на ходу, на бегу. При этом мы еще что-то читаем. Смотрим там телевизор, компьютер. То есть кушаем как бы попутно, да? В таких условиях фермент амилаза практически не работает. И кроме того, мы еще и проживать-то забываем, как следует пищу. Большим куском она поступает к нам в желудок. В желудке у нас по правилу должны расщепляться белки. Для этого там выделяется соляная кислота, которая образует кислую среду. И выделяется фермент ампсин. Он призван расщеплять белки до олигопептидов. То есть вот длинную белковую цепочку он разбивает на более короткие. Для ее дальнейшего усвоения. Но у нас пища белковая в перемешку с крахмалистой. Крахмалистая пища адсорбирует на себя часть соляной кислоты, часть фермента пепсина. И пепсин не справляется со своей работой. Белок у нас остается практически не расщепленным. Если учесть, что физиологически, вот если брать мясной белок, животное, животного происхождения, это мясо, молоко, сыр, творог, это все животный белок. Активности человеческого пепсина не хватает для переработки животного белка. То есть фактически мы на выходе из желудка имеем непереваренный белок с крахмалистой пищей, пропитанной соляной кислотой и пепсином. Вся эта масса попадает куда? В 12-перстную кишку. Там должна быть щелочная среда. Туда выделяются ферменты поджелудочной железы, которые должны продолжать работу переваривания. Но у нас там попал кислый комок пищи. То есть получается и в 12-перстной кишке пищеварение не происходит. Дальше пища у нас поступает в тонкий кишечник. И вот смотрите, 5 метров тонкого кишечника, ну плюс-минус там, температура 38 градусов. Что делает там наша пища? Белковая загнивает, крахмалистая бродит. Что мы с вами получаем? Мы получаем такую взрывоопасную смесь, которая не дает развиваться нормальной кишечной микрофлоре, на которой развивается всякая патогенная флора. И кроме этого еще и вырабатываются страшные токсины, такие как путрисцин, кадаверин. Кадаверин с латинского это вообще трупный яд. Кроме того, у нас образуются азотсодержащие вещества. Это мочевина, спирты, альдегиды, то есть те вещества, которые фактически разрушают наш организм. Как вы думаете, куда они поступают у нас из кишечника? В кровь. В кровь, конечно, в кровь. А с кровью они идут сначала в печень. Представьте, бедная печень. Вместо того, чтобы выполнять свою работу по синтезу и белка, и гемоглобина, и многих-многих веществ, печень вынуждена экстренным образом обезвреживать вот эти все поступающие вещества. Печень, конечно же, изнашивается очень быстро. В таком случае. Все эти яды частично обезврежены. Печень полностью их не успевает обезвредить. Тем более, если учесть, что мы съедаем пищу намного больше, чем нам нужно. Я не помню, где я читала, но просто запомнила. Нам нужна пища, вот как вот в ладошках уместилась. Вот такой объем пищи нам нужен на один раз. Ну, у каждого ладошки разные. Маленькому человечку нужно меньше. Большому, соответственно, больше. Но больше пищи оно не усваивается. Это идет дополнительная нагрузка. Именно вот печень почки выводит. Представляете, с какой огромной нагрузкой работают наши почки. И все это с кровью, все эти яды, все эти образующиеся фактически гной откладываются у нас в наших клеточках, в межклеточном веществе, в наших органах и тканях. И фактически, что мы из себя представляем? Ходящий мусоросборник, да? Прикрытый красивой одеждой. Вот. Отсюда у нас и болезни. В первую очередь откладываются все эти продукты обмена в жировой ткани. У кого этой ткани не хватает или у кого она уже полностью наполнилась отходами, идет отложение всех этих отходов в придаточных пазухах носа. Это фронтальные, майдальные, гайморовые пазухи. То есть вот у нас здесь скопление гноя, да? Кроме того, полые органы — это почки и бронхолегочная система. Что делает наш гной там дальше? У нас есть... Господь дал нам лимфатическую систему, которая собирает токсины из каждой клеточки нашего тела и выводит в конечном итоге их в толстый кишечник. Как кусочки. Но, во-первых, толстый кишечник у нас обычно занят. И... Ну вот представьте, труба закрытая заслонкой там, ну, краником, ключиком закрыта. Выходить некуда этим отходам. И оно все скапливается в наших тканях. И все это может выстрелить самым неожиданным образом. У кого, где более слабое место, вот, генетически, там и проявляются различные заболевания. И благодаря тому, что вот существует лимфатическая система, например, из придаточных пазух, все эти шлаки поступают в глаза, в уши, в головной мозг. К чему это приводит? Это различные воспалительные процессы, различные деструктивные, дистрофические процессы. В глазах это катаракта. Головной мозг это шизофрения, эпилепсия. Сейчас врачами установлено, что это не психические заболевания, а заболевания именно вот связанные с нарушенным обменом веществ. Из легких, из бронхов, из легких, у женщин в первую очередь в грудные железы токсины идут. Это опухоли, рак, молочные железы. У мужчин проблема в грудных железах, там железистой ткани мало. У них идут все эти отходы в сердце. Там есть перекарт, там есть куда гною накапливаться. Отсюда инфаркты. И статистикой установлено, что действительно у мужчин инфаркты встречаются гораздо чаще, чем у женщин. Но у женщин другая проблема. Женские болезни тоже это проблема нашей зашлакованности. Мужские заболевания, предстательной железы. Это тоже все получается интоксикация организма. Отсюда, как нам избавляться от этого? И можно ли вообще избавиться от заболеваний? Оказывается, можно. И вот зная причину вот этих заболеваний, ну вот как бы ответ на поверхности, вот вы бы это что подумали? Вот если я знаю вот такую причину. Как избавиться? Не причем прийти по месяцам. Нет, ну это кардинальное решение. Проблемы не решают. Что-то надо делать. Что-то надо делать. Что предлагает официальная медицина. Во всех быть. Официальная медицина, да. Мы видим рядом с продуктовыми магазинами очень много аптек. Огромнейший арсенал лекарств. Огромнейший. Огромнейший арсенал различных лечебных методик. Это и физиопроцедуры, и магнит, и электропроцедуры. Иглоукалывание. Все, что хочешь. И мы видим, что, смотрите, возникает удивительный парадокс. Казалось бы, медицинская наука борется, да. Какие-то разрабатывает новые методы лечения. Очень много лекарств. Нашли антибиотики. Сейчас антибиотики сильнейшие, убивающие в организме все. И смотрите, те же антибиотики. В зашлакованный организм добавьте антибиотики. Что вы получите? Еще хуже получается ситуация. Вакцины. То же самое. Да, я еще забыла сказать. Одна из проблем чужеродной белковой пищи, животной пищи, это аллергизация нашего организма. Вот биохимиками установлено, что усваивается, ну, относительно усваивается. 40, от 40 до 60 процентов вот животного белка. Все остальное просто не усваивается. Но оно не просто складируется в организме. Оно является чужеродным белком для нашего организма. И естественно, иммунная система, это потрясающая защитная система нашего организма, она в ответ на поступление в организм чужеродного белка, начинает вырабатывать защитников. Вот этот белок становится антигеном, в ответ на внедрение которого в организм вырабатываются антитела. И вы, наверное, все знаете, реакция антиген-антитела – это аллергическая реакция. Если компенсаторные возможности организма достаточно сильные, какое-то время оно где-то там вот в организме откладывается, при любом сбое, при любом переохлаждении, там, поступлении вирусов в эпидемию, поступлении вирусов в организм, стресс, то есть любой момент ослабления иммунной системы может вызвать аллергическую реакцию в организме. Вот такая у нас печальная картина получается. А на весь животный белок? Ну, на что относится? Весь животный белок. Ну, что мы из животного белка употребляем? Яйца, сыр. Да, яйца, сыр. Яйца, белок яичный белок является. Его не рекомендуют употреблять. Да, именно яйца, белок. Сыр, молоко, молочные продукты, это все животный белок. Ну, плюс мясо, рыба. Интересно, что растительный белок усваивается совсем по-другому. Растительная клетка, она обладает способностью к самоперевариванию. Там есть специальные в клеточках, да, лизосомы, ферменты, которые при вот нарушении целостности оболочки растительной клетки, они выходят и запускается процесс самопереваривания. То есть, для переваривания растительного белка достаточно очень небольшого количества пепсина, этого фермента, который, организма человека, который просто запускает эту реакцию. А дальше процесс уже как бы, ну, не то, что сам по себе, но пища, она вот действительно обладает вот такой способностью. Это... Животный белок вообще употреблять нельзя? Ну, не рекомендуется. Вот натуропаты не рекомендуют. Или выход в том, чтобы, ну, чаще очистку организма делать. Потому что оно никуда не девается. Оно вот у нас в организме остаётся, и его надо периодически убирать. Вот как мы в квартире уборку делаем, так и в организме нужно делать уборку. Ещё интересный факт. Поджелудочная железа нашего организма оказывается, у неё рабочий день заканчивается в 18 часов. Да. То, что мы съедаем после 18 часов, говорит, подождите до следующего утра. Представляете, всё, что мы съели, оно задержано. Оно вот там, в желудке ждёт своей очереди. Температура 38 градусов, тепло, темно. Хорошо всё гниёт и бродит. То есть, вот, недаром то, о чём мы с вами раньше много говорили, что после захода солнца кушать не надо. Оказывается, вот биохимики всё это со своей позиции, с научной точки зрения, даёт этому действительно вот такое обоснование. Что же предлагается для очищения организма? В первую очередь, начинать очищение нужно с приёма трав, травяных отваров, которые как бы подготавливают организм к очищению. Рекомендуется... Сейчас я... Мама, Малина. Мама, Малина. Ну, в общем, сначала мы принимаем где-то с неделю именно травяные отвары. Травы подбирать нужно, ну, в соответствии с механизмом их действия. Нужно очищение почек, печени и лёгких. Это в первую очередь. То есть, это мочегонные, желчегонные и отхаркивающие средства. И через неделю где-то прекращается приём твёрдой пищи. Для того, чтобы выключить вот такой обычный процесс пищеварения, чтобы прекратить выработку пищеварительных ферментов. Для чего это необходимо? Когда выключается работа пищеварительных ферментов нашего пищеварительного тракта, активизируются тканевые ферменты, так называемые лизирующие ферменты, которые расщепляют вот эти вот все отходы, остатки клеток микробов, остатки вот этих тканей непереваренных, весь вот этот гной, который у нас в тканях содержится. Вот эти ферменты, собственные тканевые, в норме они малоактивны. Но при выключении пищевых ферментов, работы пищевых ферментов, активизируются именно вот эти процессы. То есть идет уже, причем они не сразу включаются. Мы перестаем кушать твердую пищу, и только вот у кого на первую, у кого на вторую, у кого на третий день, только начинают работать вот эти вот элитические ферменты. Кроме этого, мы должны как бы промывать наш организм, усилить работу лимфатической системы. Для этого прием отваров трав нужен. Но для того, чтобы организм наш получал все необходимые питательные вещества, на каждый стакан травяного отвара одна-две чайных ложечки меда и четверть лимона. Лимон создает щелочную среду в организме. Вот тоже интересно. Имея кислый вкус, в организме создает щелочную среду. Это также связано с биохимией расщепления, потому что там при расщеплении лимонной кислоты, если помните со школы, водородные ионы и ОАШ-ионы, вот при расщеплении лимона, лимонной кислоты, именно вот эти ОАШ-ионы, которые создают щелочную среду, образуются. И мы с вами, значит, что делаем? Пьем отвар трав с добавлением меда и лимона. Таким образом, организм не голодает. Организм получает необходимые питательные вещества, но в жидком виде. И через неделю нужно подключать очищение кишечника. Кому-то нужно делать это больше, кому-то достаточно сделать несколько раз. Это уже в зависимости от возраста, от тяжести, состояния. Для очищения кишечника применяются слабительные средства. Самое лучшее – это магнезия, солевое слабительное. Чем она хороша? Она не всасывается из кишечника в кровоток. А за счёт того, что это концентрированный раствор соли, она наоборот на себя вытягивает из организма всю жидкость вместе с растворёнными токсинами. Но солевые слабительные магнезия противопоказана при гастритах и язвенных процессах в желудке, в кишечнике. В таких случаях используется касторовое масло. Тоже очень хорошее слабительное. Пить, конечно, пить. Она есть в капсулах. Кому сложно пить просто касторовое масло? Ну, не знаю, меня Илья пил. То оно есть в капсулах. Это лучшее слабительное. Причём в первые дни нужно делать две, а то и три очистительные клизмы. Таким образом мы помогаем своему организму быстрее освободиться от шлака. Она даже приводит... я сейчас найду по... даже по времени суток как это делается. Семь часов вечера мы принимаем слабительное. Либо магнезию, либо к истоку. Магнезия пьётся по 50 грамм на один раз. Это взрослому человеку. Ребёнку, соответственно, там газировка меньше. Растворяют в стакане тёплой воды и выпить. И запить сразу. Она горькая. Она, конечно, на вкус очень противна. Но можно пользоваться такой хитростью пить её непосредственно. Не непосредственно из стакана, а пить через трубочку. Минуя вкусовые рецепторы языка, если пить её сразу туда дальше, то горький вкус он, ну, будет что-то, если капельки какие-то попадут, то будете ощущать. А так, в принципе, вот горького вкуса можно вот так, таким образом избежать. Запить отваром трав вот с мёдом и соком лимона. Косорка, если пьётся, то три столовые ложки взрослому. После этого лечь на правый бок и тепло. Ну, обычно грелку. Вот. Да, какое-то тепло на область печени для того, чтобы помочь оттоку желчи из печени до девяти часов вечера, это за два часа, нужно выпить пять-шесть стаканов отвара трав вот с мёдом и соком лимона. Шесть стаканов? Да. Пить надо много, потому что потому что если мы этого не будем делать, если мы токсины сдвинем с их мест, то у нас будет очень плохое самочувствие. Это могут быть и какие-то кожные высыпания, это могут быть и головные боли, и тошнота, и рвота, то есть явные признаки интоксикации будут. Поэтому обязательно рекомендуется и несколько клизм очистительных делать, прямо друг за другом. Один раз промыли кишечник, тут же набрали, второй раз промыли. Это для облегчения выведения, для ускорения выведения всех этих шлаков. «Дальше ложимся спать». Ну, по возможности, по возможности спать. Ну, и раньше когда-то об этом тоже говорили, вот она тоже обращает внимание читателей, пациентов своих. Очень важен сон с девяти часов, с девяти утра, семи, восьми, девяти часовой сон. Тут уже как бы индивидуальные потребности организма. Но очень важно, она рекомендует именно с девяти часов вечера. То есть цель всех вот этих процедур привести организм человека в соответствии с биоритмами природы. вот как жили наши предки Авраам с семейством. Когда не было компьютеров, не было электричества. Солнце село, люди легли спать. Солнце встает, люди встают на работу. То есть это тот ритм жизни, который дает нам Священное Писание. Это не что-то такое сверхъестественное нам предлагает. Почему это очень важно? Наша одна из эндокринных желез, эпифис, которая называется, в ней вырабатывается мелатонин, такой гормон, который регулирует деятельность всех остальных желез внутренней секреции. И выработка его происходит с 9 до 12 часов. Ну с 21 до 24. Когда мы в это время не спим, у нас происходит разбалансировка фактически всего организма. И конечно, пока организм молодой, здоровый, это все компенсируется. у человека постарше или у человека ослабленного наступает декомпенсация. Это современные сейчас депрессии, синдромы хронической усталости и вот неожиданные инфаркты, инсульты, образование опухолей. Все это вот, оно все взаимосвязано в организме. И дальше чистим мы кишечник с вами. В принципе, одной недели большинству людей достаточно вот этих активных очистительных процедур. Потом нужно переходить на еще добавить питье свежих фруктовых и овощных соков. Ну, соответственно, мы знаем, что мы не смешиваем фруктовые и овощные соки, мы пьем отдельно. Вот. И зелень, травы, зелень очень хорошо, коктейли хорошо делать зеленые. Я не помню, автора книги есть, поищите в интернете, она так и называется, зеленые коктейли. Очень хорошая штука. Александр меня угощал. Очень хорошая. Они дают очень много энергии, они дают очень много полезных веществ и фактически они обеспечат организм всеми необходимыми витаминами и минеральными веществами. И не нужны будут никакие там пищевые добавки дорогостоящие, витамины вот эти синтетические. Да ничего не нужно организму. Полный цикл очищения 21 день. Но для некоторых нужно больше. Именно вот не принимая твердую пищу на травах, на соках. Потом постепенно можно вводить вареную пищу. Но очень очень немножко и ну вот как бы одного вида. Потом ну мы в наших условиях мы не можем не использовать вареную пищу. Нам не хватает такой сырой растительной пищи. вот поэтому конечно мы и вареную пищу обязательно используем. Но больше нужно уделять внимание злаковым. Это различные каши. Особенно на завтрак. А вообще знаете я вот прикинула посчитала что если исключить ну дорогие там сыры ну кто мясную пищу употребляет мясо очень дорогое и добавить к этому стоимость множества лекарств то вот высвобождаются средства для того чтобы мы могли больше употреблять сырой растительной пищи плюс освобождается время хозяйкам на приготовление ее сроки вот время приготовления пищи значительно уменьшается и хозяйка может заниматься другими вещами более может рациональными полезными как когда-то говорили что бог создал продукты а дьявол придумал кулинарию ну все это действительно так оно и и конечно проводить вот такие очищающие курсы лучше летом и осенью сейчас сейчас можно больше использовать во первых сырой растительной пищи и подбирать в зависимости от своей патологии травяные сборы ну в первую очередь очищающие это вот очистка почек печени и бронхолегочной системы очищая таким образом организм от шлаков мы будем даже незаметно для себя и вес нормализуется и какие-то вот там жировые отложения они тоже уйдут и главное будут проходить очень многие заболевания и она пишет что они в условиях своей клиники излечивают только очищением и переходом на сырую растительную пищу излечивали очень много заболеваний которые официальная медицина перевела в разряд так называемого образа жизни это и диабет инсулинозависимый инсулинонезависимый и бронхиальная астма у нее есть опыты лечения шизофрении и эпилепсии такие заболевания которые вообще фактически не вылечиваются гипертоническая болезнь вылечивается вылечивают злокачественные опухоли причем она пишет что злокачественные опухоли вылечиваются быстрее чем доброкачественные инфаркты уже у человека инфаркт и перевести его сразу отказаться от традиционного питания перевести на соки и на травяные отвары человек без осложнений возвращается к нормальной жизни они имеют потрясающие оздоровительные вот такие результаты без единых уколов и таблеток вот можете поискать в интернете это в свободном доступе эта информация называется экологическая медицина автор Оганян это армянская с Армении врач Оганян Марва Варгаш в школе то мы можем и дальше посмотреть как вести себя при простудных заболеваниях как подготовить себя к сезону этих респираторных вирусных инфекций как бороться со многими многими заболеваниями то есть мы видим что Бог Он создал удивительный мир Он создал растения и заложил в них огромную силу оздоровительную Он создал человека здоровым и только мы вот по своей бестолковости сами себя губим собственными руками как Поль Бреф пишет вилкой и ножом роем себе могилу так зачем нам себя гробить каждый день когда мы можем питаться нормально привести свой организм в соответствии с биоритмами природы быть здоровыми не тратить уйму денег огромные колоссальные суммы люди тратят на лечение на операции на таблетки быть здоровым и радоваться жизни пусть Господь поможет нам действительно разумно пользоваться тем что Господь дает нам и славить Бога и телах наших как Господь призывает нас к этому слава Господу за то что он такой чудный и за то что он открывает нам эти знания и дает возможность пользоваться ими а методы очень даже простые и недорогостоящие слава Богу что подсказывают нам наши биоритмы в субботе день подходит к своему завершению и вот эти удивительные внутренние биоритмы хорошо чтобы вот это вот биоритмы и энергия нашей жизни это была бы энергия Господа Бога я как-то удивился в духе пророчества прочитал что речь идет вот не просто о духе но энергия Бога всемогущего сила Бога всемогущего вот пусть нам биоритмы наши внутренние подскажут что Он достаточно много соделал для нас чтобы мы были Ему благодарны что Он достаточно для нас соделал в этом дне субботнем даровав нам праздник общение радость сердечную нам что-то внутри подсказывает что уже можно благодарить Господа радоваться и там что-то сестра говорила всем управляет нервная система и вот когда человек благодарный радующий и нервная система в этом его поддерживает она тоже спокойная она тоже делает свое дело ровно давайте благодарить Господа давайте помолимся благословен Господь Бог наш милосердный долготерпеливый милостивый прощающий Господи ты даруешь нам возможность приближаться к тебе входить в твое присутствие радоваться о том что ты руководитель нашей жизни ты отец ты заботишься любовью твоею нежностью твоею добрым прикосновением оздоравливающим прикосновением слава тебе мы благодарны тебе также за то что украшаешь нашу жизнь мудростью и не даешь нам погибнуть в неведенье Господи даруй нам возможности и силы чтобы мы их использовали для словословия для благодарения и в наших стараниях мы все более и более входили бы в меру полного возраста Христова к тебе благодарность нашего имя Иисуса аминь